всем здрасте сейчас я приглашу так я пригласила дождемся я просто не предупредила видит она приглашение игры нибудь не может написать где-нибудь часть там телеги чтобы она заходила тачок тупанула зашла уже добрый вечер спасибо здрасте привет казахстан так ну что они цветы не может присоединить пишет лагерь какой о а не нашли здрасте здрасте так значит что первым делом скрыться вдруг что-то изменится а ты куда поедешь всем привет поедем в армавир на кристина я ничем не лечу герпес армавир же недалеко от нас когда ты поедешь в каком месте ой знаешь как армавир от армавира до вас ехать столько же сколько от нас до вас до вас 900 до армавира 600 но вот эта дорога армавир от армавира до вас это просто от адский вообще там я говорю ехать в день весь день ехать просто далековато конечно же там получается 400 км даже меньше но я говорю их ехать только же сколько мы 900 едем просто тут трасса особенно под ростовом там везде большая широкая там везде однополосная везде квадрокоптеры вообще не обгонишь короче сплошная и просто едешь плетешься с этими грузовиками там платная дорога да кажется там платная дорога не в армавир нет там вообще жопа ахрус будет конечно я тут набросала себе костями костями ой парами будет я могу не руки смотри смотри сейчас слушай микрофона нет не слушай ну да что-то на греблассе не рассказывай у меня сорти глин тут узкие мелы а еще у меня мокрый мел в пасти меловой если я снимала рулет на это осталось у меня тут радугу я нашла не случайно я намочила глинамел тепла а глинамел радуга нет это принцесс милоешки а ну он вроде меж ну такой средний подсолнух подсолнух нашла как ты мне давала я хочу подсолнух а я начну розовый недавно грызла горчичку вспоминала тебя думаю ммм какая она классная горчичка все-таки горская полежала мошенничка да мне тоже нравится кстати ну что у вас там интересного ничего дождь нет дожди дожди есть новости потом в личку напишу да эх я плохо пока ех 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 да еще понимаешь он еще и слова выучил ешь ешь или что там что это фундук прям пришел такими пластинами большими причем он такой пластинчатый прям прям жирненький длинномел такой вкусный не хочу возвращаться к теме не он пришел с крошкой шоколада сверху дем хруст так и будете так это радуга ты радуга давай ты помелуй я помню мел мой вкусный мне вот сейчас нравится стали вот эти сорта вот которые красу принцесс милоежки они такие вот какие-то пыльные свежести такие вкусы вот не жирные вообще жирные не люблю сейчас я короче решила но я постараюсь я не участвую же в лагере но я буду выполнять те же задания что и девчонки ну просто в ютуб выкладывать мне мне бы не хватило бы времени просто это удовольствие мне тоже нету но мне пофер я на работу забила у меня уже весеннее настроение я не хочу не работать я ничего не хочу просто я хочу блять кайфовать у нас такую новую карусель поставили в анапе алло ты где помнишь антон катался на камикадзе вот два молотка система такая же только там сверху и снизу не на много человек а на двоих прикинь а я думал ты приедешь прокатиться немножечко а не знаю я не знаю не как спонсор не как подруга не как просто шпион вообще не знаю нет не знаю девочки там нет не знаю я не только продать могу да я я вылез на пол лица моего на все лицо точно ладно я не знаю задание в принципе там логичное задание мне кажется сложно не догадаться ну конечно устроили там скандальчик блин я не могу когда просит ты можешь голубую узбечку погрызть ты вот можешь грызть ее в сухом виде да у меня она есть нет я вообще не могу он так пиздец я вот блять просто камень а это кто а вот это кто фиорет 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 мы сегодня вспоминать нет не сегодня пятый был а увидел на картинке этот мама это же Волгоградин наших друзей да у нас приезжайте у нас тут знаете сколько всего понастроили да есть еще на что посмотреть Юля если все сложится то сложится мы вас ждем на какое время ну все беги на коленку сел у меня так ноги блять мне с ним низ был у меня там было не эротическое эротическое да снять видео топлис просто а а я думаю что такое фунт отвечаешь мне чат не идет о сколько много все написано это пропустила в первом просто как бы устроили голосование ну там еще и одна миловешка ушла поэтому никто не выбывает как бы а кто победил там и так видно когда вы голосуете ммм какая она соленая вкусная голубая лихая она мягкая ну она не мягкая но она не тверда у нас же влажность сейчас я попробую свою у нас у вас у нас у нас у нас ничего не говорит да как бабка с пакетиками блять еще знаешь как из-под молока или из-под кефира блять почему они с такими ходят у нас же влажность сильная поэтому она не твердеет у меня спасибо большое за привет блин там йод мхм 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 дима мхм Мила Кунис. Похожи. Вы что, предложили? Начали просто чат полистать. Бедная принцесса. Я смотрю, она прям смотрит эфир и что там выполняет. Ты как, я на тренировках тренеру Ною? Не могу больше. А зашла, а Юля, а что за Даня ты мне дала? Какая она все-таки вкусная. Это женщина-тренер? Что это видишь? Женщина-тренер? Да, девушка Света. Был парень, но он уволился. Мало подплазил. Она пил свою. Добрый вечер. Субтитры сделал DimaTorzok У меня чат идёт, зависла, идёт, что я не поймала. Вот последнее у меня смс, какой милый мальчик, всё. Да? Да. Дальше чат не идёт, поэтому я не понимаю, что там. Всем привет. Если что. И если что, я не вижу чат. Погода у нас классная. Здравствуйте, спасибо. У меня вообще весна пришла, у меня такое романтическое настроение. Я говорю, ничего вообще не хочется. Работай вот так просто. Пизду. Пизду эту работу. Скоро мой клубец. Таня. Ещё не скоро. У меня ещё есть опальчик. Девочки, у меня не идёт чат, я ничего не вижу, поэтому не обижайтесь, не придумайте себе лишнего. Реально, у меня он не идёт. Вот у меня последнее смс... Давай не оправдывайся, вот ты просто ханка-группиянка. Не хочешь отвечать на комментарии. Говорит, что... Не надо, я для ля-ля. То есть я с тобой вообще-то, дума, ты кроешь это, сгладишь эту ситуацию, поможешь мне из неё. А ты мне взяла ещё и засадила. Я вообще-то знаю, что... Ну не могу я молчать, понимаешь? Ты её обидеть. Если ты увидишь кучку под своей дверью, знай, это я въехала и оставила. Кого? Кучку! Кучку! А-а-а! Ладно, это... С запахом весны. Я её не буду убирать, Аня, я на памяти оставлю. Экибана. Не рвари высушим, блядь. Буду собирать потом говно друзей. Ой. Коллекция! Мои говно друзья. Это мне мой друг из другого города насрал. Два в одну. Ммм... Спасибо. Шо ты ешь? Два в одну. Вы чё, заявление в школу подали? Нет ещё? Я тоже ещё никак не дойду. Ммм... Эээээ... Ну нормально же сидели! Чего? Я просто полуспомнила. К тому же всё время думаю, надо идти заявление подавать. Вот и вспомнила. Может привезти... А у вас садики на второй год не оставляются? Нет, можно оставлять. Я знаю. Сыну уже 18 лет. Простите, вы собираетесь сына забирать? Так давайте ещё за парочку. Я говорю, сына 18 лет, мне говорят. Простите, вы собираетесь сына садика забирать? Ммм... Чего тут не кусаться? Что это ушло? Я не пану. пишешь не видно нет вот я написала и все вот до последнего что я вижу свою смс-ку больше он чтобы не выезжал на комментариях блин у нас опять соревнования в субботу уже в сойке я уже задолбалась посмотри заниматели эти места но хоть по-честному там же всем дают чтобы не обижались но везде стабильно одну схватку выигрывает так да у нас на 1 год при этом неделя разница 20 числа что знаешь когда лев тренировки тренируются там проигрывает на тренировках он прям тихую там расстраивается а когда соревнования на большом ковре с людьми мы там вообще наверху сидим то есть меню нормально вообще я думал там будет меню вообще все четко выполнил пошел проиграл выиграл пошел почему ты говоришь у нас сразу он оставит он схватки нормально отрабатывает а потом когда награждение проходит у меня просто вот сколько соревнований было он на всех фоскутах чуть не плачет вокруг пипец просто ммм 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 мммм ммм мммм ммм мммм 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 ммммм это что которая с кремнем а другая темно помнишь когда я тебе привозила это это точь-точь аноним а потом я перепутала глины и заново зашла появится надо я крушу в перчатках потому что руки не хочу сушить сейчас она перезайдет как я пригласила заново зашла что легко откусываю и если то вопрос мне то у нас влажность где я живу влажность и глина и у меня никогда не пересыхает он сухой но не пересыхает поэтому у меня очень легко кусаются некоторые сорта даже очень все я вижу чат всем привет спасибо да я хотела закат как я давно не ела закат дразнится капуста вот 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 чуть-чуть у меня чат не листается а все но если вы пробовали только голубую узбечку тогда понятно почему вы спрашиваете как вы легко кусать потому что это самая твердая глина голубая узбечка астана есть туркистаны всякие корсики норские песочные для новичков наверное не очень башкирские вкусные глины я про не умела глину вот здесь в комнате у меня ящик стоит такой кусок попался ты ко мне уже два раза приезжала познакомились мы в лагере милоежек на первом студии но познакомились прямо уже близко а так я была подписана да я просто сидела блядь и сделав заняться нечем было абрикос ну да антон когда во вторую смену с ребенком везде на такси приходится ездить надо быстрее на права сдавать забирать ему машину пусть пешком ходит спасибо абрикос знаешь что ты когда-нибудь ела косточки в абрикосин вот эту серединку вот она горьковатая а вот с самого начала когда ты кусаешь вот привкус вот такой же правда у этой глине привет привет отгадай что это даже не знаю у меня была благородская в пасть в Туркестан блин нам за глиной ехать блин мне вообще да интересно что там за зиму произошло обвалился вообще юля а милка она хочет суховать вместе или если дальше пойти тоже можно найти только в этом а да угу 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 я поняла милка ну мне она нравится еще была бы у нее солинка тогда она была бы как розового взбечка а так она жильненькая такая ленинный вкус сливочный она есть вообще по всему побережью Волги мы ходили просто на пляж и она там была ну конечно не такие большие слои но она там тоже была хотя нет такие же я вот говорю сейчас помню мы ходили на этот пляж пошли 10-11 был и прям ливень как попер а там прям сильно спуск вот так к пляжу и мы ножом прикатились в купальниках потому что глина была вот так все в перемешку было пиздец как скользко из-за ливня и мы просто как эти зимой по льду также по глине по этой катились там вот игру она везде вдоль побережья вот Волги ну видать какая-то такая обычная там она ну обычная глина какая-то везде водится милку ну у меня будет самая чистая из тех которых вы закажете и кто-то еще продает я знаю в австрахани продавец какой-то продает у нас тоже кто-то продает у кого-то я даже видела пиленую милку ну там вообще кошмар я даже не представляю там просто нечищенная вообще ммм у меня была у меня Соня представила или милку или аноним пила аноним а ну аноним аноним там ее чистить то не надо она такая а вот милка пиленая это вообще ммм стой привет мил не залипает за песочный песочная сорта надо милку да вот надо ехать я не знаю как время выбрать у нас тут то одни дела появляются то еще тут то третий то пятый то десятый в общем короче ты сказала про весну я подпомнила я оторжусь сама себе в голове хотела сказать у Юли весна в голове у нее вот романтическая вот так все и некогда за милкой вашей ехать но может же и поехать с романтическим уклоном и я тут сижу и вспомнила мне мама вчера звонит и говорит ой Анют мы в лес ходили ну и как так погуляли вы хорошо в лес с собакой мама и собака все знают так вот Дэля побежала вперед с кусты и гавкает гавкает на кого-то она говорит я подумала что там может быть митя ахать еще рано я ее отзываю не прав господи вот и говорит она ко мне подбежала я слышу как будто мяукает котенок мяукает котенок думаю ну неужели кто-то в лес выкинул так далеко котенка ну я говорит иду говорит подхожу к этому кусту чтобы подобрать этого котеночка а там где черепахи она говорит я подхожу а там где черепахи у них брачный период я говорю они так кричат прям мяукают я их серьезно я говорю помешала черепахам говорю черепахи в лесу? да какие у нас черепахи в лесу такие огромные охренеть я так грыжала я говорю мама а ты еще и подглядывала нет я пошла дальше ну котенок они так еще кричат прям мяукают обычно девочки так мяукают кричат тоже мы тогда домой шли не панцирами бьются вдруг ну панцирями аааа тук-тук да она говорит я так не подняла мы так домой шли тоже через частный сектор и идем и просто такой крик в кустах как будто ребенок маленький плачет мы такие вообще замерли не поняли что происходит а уже ночь прям была конкретная 2 2 мош ночи мы посрали думаю блять что кто-то ребенка выкинул всех перепугали ананист стоит и мяукает как котенок это что-то новое я не ананист я кошечка розовая астана блин мне так нравится нет и вкрапления фиолетовый фиолетовый а когда ножом чистишь мог влажную и она прям растягивается ой блин ой беда беда не знаю кто это кто-то из них чуть там опять нажилась да я все я вот пролечилась у меня все заебись было прошло месяц наверное полтора и опять началось то же самое надо опять короче надо держать диету значит или что-то не из-за диеты я на диете просто в принципе продукты тебя тормошат это твою как бы продолжала сидеть у меня все равно вот игру прошло время таблетки перестала пить и все опять красное сердце надо лечить таблетки выписал это хрень собачья добрый вечер эфирую не у меня мне повезло у меня подписчица моя она еще и санапы она еще и стоматолог вот я к ней планирую пойти вопрос и не нужно уже лишние задавать можно уже знать не у меня не спрашивали а у тебя кумана детский стоматолог да у меня там она там к взрослым отведет у меня ж надо ортопеды не только к стоматологу у меня тут не мокрая сорти попробуй мост ставить у меня куличи мама будет печь и они пекут еще мне не печь не я буду сама куличи печь еще яйца я что-то смотрю все уж куличи пекут яйца краю думаю блин еще число какое что-то рано или это я такая поздняя а мой ему у меня кума пекла недавно какой-то новый рецепт нашла много дяды пробные сделала пасха шестнадцатого у меня мама приезжает к своей маме к моей бабушке там собирается тетки дядьки братья сестры и мама печет ну все вместе не пекут мало просто загладывал по пекарне все напекает все разбирает я такая рукожопая я пеку у меня не всегда все получается я там не претендую ни на какие я вообще не пеку у меня нет печки духовки нету но будет скоро я надеюсь у меня будет и духовка и печка и такая петка русская да с такими этим да а сколько лет это мои бабушки восемьдесят семь кажется сейчас я могу открыться об этом говорить не с ней чавкару ай блядь какой вкусный кусок обожаю а еще я хочу попробовать печенье пивные которые меня хотели угостить так и не угостили волгограде мороженое которое блядь осталось в холодильнике ну мы не купили волгоградского мороженого ну приезжайте мы вас будем ждать у меня аллергия на пыльные на пыльные на пыльные на пыльные на пыльную всякую хрень если я что-то потрогала пыльная потрогала лицо все хана это может быть черт угодно мел пыль просто порошок не знаю все что пылится семечки вообще жопа от семечек у меня кстати семечки уже давно не круто смотрела в кабинете вума Медведева старый старый ролик у тебя руки как ноги он такой да бля убрели ноги с лица смешно да бля я так старалась его смешно сделать это жутко мне вообще Медведева нравится в последнее время прикольно ты смотришь звезды в Африке? в Африке все в одну сторону мы в одно и то же ведро плюем просто вам не видно да мне мне Медведева очень нравится в звездах в Африке в звезды в Африке она такая молодец потому что два задания ее хотят все выгонять надо выгнать она очень боевая прям очень молодец то есть то что человек в жизни такое есть на шарнирах она их жизнь такая боец ну вот они с гудком с одной команды я вот их обожаю в общем еще когда они Федор Двильняти в КВН играли почеши манту ну расчеши манту не буду змеять вкусителя бля ему я просто угорал ой погребняк я не знаю погребняк это прям блядь погребняк ее и до свидания чуть не упорула воду поперлась ебанашка блядь ну это наверное дошел конечно сама все это замутила эту кашу что я что я вот фу бля мне надо не знаю что это у меня такое а графит по моему все да ладно а Знабихина да да Знабихин этот который пацанах играл а который этот самозванцы и эти да наследники-самозванцы. Эфир только в Телеграме и в Ютубе могут скрыть. Я в Телеграме скрыл, а не скину. Телеграме хочет себе сохранить. А Бузова умная баба. Я вам так скажу, она умная баба. Просто у неё есть немножко такая роль. Просто её роль уже устарела, и пора менять роль уже. А она всё никак не меняет. Всё. А в таком случае. Продолжение следует... Самое первое, кто ко мне приезжал, познакомился со мной, это была Ксюша. Ну, она не ведет ни аккаунта, ни ничего такого. Но она у меня была два раза на эфире, кажется. Нет, она не грызет больше. У нее жизнь поменялись... Ну, были некоторые события, она не грызет больше. Мне нужно соответствовать возрасту. Блин, я не соответствовала своему возрасту. Я иногда такое делаю, что я думаю, наверное, уже пора так не делать. Тебе уже под 40, мать. Но я не могу, стараясь сдерживаться. Если что, лет как через 40 вы увидите бабушку танцующую. И только это я. Это буду не я. Это будет Аня ТВ. Да ладно, нам столько лет, насколько мы себя ощущаем. Какой китинок это кто? Эта девочка... Она не другая, не милоедая, ничего не снимает. Просто познакомилась с ней. Киркоров не хочет стареть. Я вам скажу одно. Ему лет всего, блядь, сколько? 51? А он выглядел, блядь, как дед старый. Пиздец. Какие пиздец? Он вообще на 40... Он 15 лет назад так же выглядел, блядь. И сейчас так же выглядел. А ты смотришь маску, он в больнице. Пиздец, блядь. Он старо выглядел очень. Вообще не на свой возраст. 50 это немного, совсем немного. Я застряла на возрасте 23 года. Вот я как бы, у меня есть повод в 23, и я вот до сих пор... Вот 23 лет изменений не чувствую. Мне до сих пор кажется, что мне 23. Я примерно отталюсь, когда замуж ушла. Выглядит как гей. А до этого, блядь, прям натурал был. А до этого, блядь, прям натурал был. Блядь, я раздохнула. Блядь, ты говоришь? Нос чешется? Да. У меня всё зависло. Ой, зависло, подлипло. Глубо. Блядь, я рад гугрызу. Блин. Блядь, я рад гугрызу. Блядь, я рад гугрызу. Я не знаю, я за ними не слежу никогда, за звёздами. Не знаю ещё. У меня бабушка только может. У меня не мама никогда ничего такого, ну она никогда такого не смотрит. Они только смотрят по телекину, а тут всё хуетут, и они Таин смотрят. Не, ещё она ДНК смотрит, вот чё, углублять. Смотреть больше нечего. Ой. Блин, вот пломбит, пиздец, вообще мне не впечатляет. Прям он очень-очень песочный. Такой он неприятный прям. А мне пришёл гриномел. Да? Угу. Пламбир? Чисто гриномел. Да? Прикол. У меня вообще всё в виновное место пришло. Всё прописано. Я хочу Малого Царства заказать. Давно у них не заказывала. А ты у Юли не заказывала? Угу. Я, кстати, тоже мне не раз не заказывала. У кого? У Юли Милоедовой. У Юли Милоедовой. А, у Юли Милоедовой нет. У Юли Милоедовой нет. Я думал, у Бакла... А, Бакланова Даша. У Юли Милоедовой не знаю, чуть не охота заказывать. Отзывов столько. Только Пиленый можно у неё заказать. Я вот думаю. Инна тоже уже смотрит, сколько. Или у Романа лучше Пиленый заказать. Хочу вообще поехать ещё на дом. Там Миловые горы тоже. Посмотри, что там занял. Ага. Да. Я уже сама в стомах шиштила. У меня в жопе шило. Я уже дома отбежала. Так кажется. Вроде вот близко. А на самом деле, блин, поехать это весь день надо потратить. А это целый день надо выкроить. Это выходной. А выходные обычно какие-то плавные всегда. Бензин плюс сколько. Ну это минимум касать надо заправиться. Съездить туда-обратно. Сделай... Ну или глаза поставь. Нет. Подожди. Ну вот так. Подожди. Да... Нос. Подожди. Мне надо присесть. Давай. Вот так вот сделаем. Принесили. Сейчас. Слышим, блядь. Больше за урод. Красотка. Ты там говоришь, что на телец похоже. Ну, это не похоже. Да там всегда говорят, что мы с сестрой, нас всю жизнь путают. А когда начинаешь просто смотреть, мы вообще разные. У него вообще другая форма лица. У него вообще все черты лица абсолютно такие. Ну вот в общем, похоже. Вы похоже с сестрой. Прямо сестры. Видно, что вы сестры. Конечно, вы... Я сейчас думала, она такая. Более мягкая. А она такая же бандитка, как и ты. Она такая вот. Ты чё? Она, блядь, это надо... Про Гару, можно сказать, это называется. Папу мальчика хотел. Это вот про мою сестру. Да. Ее вот так вот встали, блядь. Да, я помню, когда они приехали, такие, так...